Боже упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Бристос истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери всех святых, помилуй Ты, спаси от нас, як облак и человека любят. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Из беседы святителя нас за того, что во душе. Здесь о том говорится, что часто мы слышим, говорят, а что веровать? Вот он живет или я делаю добрые дела. То есть целомудренно живет человек и добрые дела. И зачем мне вера? А вы вот верующие, говорят, вы верующие, а вот поступаете хуже неверующего. Я этого не делаю, что делаю, приходится слышать такое. И вот святитель говорит так. Люди, украшенные добрыми делами, но не познавшие веры в Бога, подобны останкам мертвых, одетых в красивой одежде, но не чувствующих этой красоты. В самом деле, какая польза человеку иметь душу, облеченную в добрые дела, но мертвую? Добрые дела совершаются по надежде на воздаяние венцы. Но если ты не знаешь подвекоположника, то ради чего трудишься? Как людям первое нужно жить, а затем уже питаться? Так точно и надежда на Христа должна предшествовать нашей жизни, а сверх того должно питаться и добрыми делами. Но питающийся иногда может жить, но неживущий не может питаться. Ты не можешь представить мне человека, который, совершая без веры добрые дела, жил бы. А я могу показать тебе верующего без дел, который и жил, и удостоился царствия. Никто не жил без веры, а разбойник, только уверовав, получил оправдание. Не говори мне, что он не имел только времени для исправления жизни, так как если бы он остался с верой, то пренебрег делами, то лишился бы и спасения. И Корнилий получил свидетельство о своих милостынях и молитвах, но не знал Христа. И так как око истины, великий судья видел, что эти дела хотя и хороши, но мертвы. Потому что не соединены с верою, то посылает ангела, присуждающего награду за дела, чтобы увенчать прекрасно подвязающегося верой. Корнилий, говорит он, Корнилий, говорит он ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Деяние 10 глава. Но если молитва услышана и милостыни приняты, то чего-нибудь же не достает мне для праведности. Но пошли, говорит, людей в Иопию и призовись ему называемым Петром, который пришед, скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И если таким образом сам он и дом его спасается благодаря словам Петра, то, следовательно, он не имел еще спасения через дела, пока вера не присудила награды делам его. Бог же дал нашей природе в двойном числе два глаза, два уха, две руки, две ноги, чтобы если повредится один член, мы облегчали недостаток его через другой. Но душу он дал нам одну, и если мы погубим ее, то с чем будем жить? Душа, однажды плененная страстью, сребролюбие, нелегко и нескоро отстанет и делать и говорить то, что проявляет Бога, так, как ставшая рабою иного господина, повелевающего делать все противное Богу. Душа, раз отчаявшаяся в своем спасении, никогда не отстанет от безумия, но отдав бразды своего спасения безрассудным страстям, носится всюду, внушая ужас встречным, так что все ее избегают, и никто не осмеливается удержать. Она бежит через все места нечестия, пока, наконец, увлекаемая в самую бездну погибели, не низвергнет своего спасения. Душа, раз вступившая в союз с грехом, и ставшая бесчувственной, дает возможность недугу весьма усиливаться. Как свинья, валяясь в грязи, чувствует удовольствие, так и душа, одержимая дурной привычкой, даже и не чувствует зловония грехов. И как земля, неорошаемая дождем, сколько бы на ней ни сеяли, не может произрастить колоссев, так и душа, не просвещена наперед божественным писанием, не может показать какого-нибудь плода, хотя бы кто и излил бесчисленное количество слов. Подобно тому, как земля, когда на ней не сеют, не насаждают, произращает просто лишь траву, так и душа, когда не знает надлежащего дела, так как не может оставаться в бездействии, а непременно желает что-нибудь делать, предается дурным делам. Чем бывает воспаление для тела, тем и гордость для души. А за гордость обыкновенно следует пожелание неподобающего. И как люди, пренебрегающие телесными ранами, причинают гнойное лихорадочное воспаление и смерть, так и те, кто не обращает внимания на малые грехи души, дозволяет образоваться и большим. Для того Бог дал нам тело от земли, чтобы мы и Его возвели на небо, а не для того, чтобы через Него и душу совлекли на землю. Аминь. Сегодня я утром пошел на молитву в храм Иоанна Претечи на горе, где выставка была, там новый храм построенный. Храм в честь Претечи, крестителя Господня Иоанна. Они сегодня говорят, там настоятель, отец-сан, говорит, у нас, говорит, самое много престольных праздников. То есть, вот сегодня, значит, собор Иоанна Претечи, потом Рождество Претечи, усекновение главы Иоанна Претечи, обретение первой обретения главы Иоанна Претечи, второе обретение главы Претечи. Это все, говорит, у нас пять, говорит, престольных праздников. Храм новый, хороший, владыка служил там. вот я не служил потому что не готовился молился стоял в лотаре был и все владыка увидел и так это отец саким вот ну и потом крестный ход был вокруг храма сделали потом всех пригласили на в дом там новый дом где выстроен у них как бы воскресная школа будет он не освященный владыка осветил этот дом и потом была там трапеза пригласили кто там священники там кто были ипотекана за трапезы ну вот так вот я пригласил владыку на день нашей деревни в мае месяце но он говорит ну только заранее говорит еще мне напомнить чтобы говорит там ну подгадать к этому чтобы ничего не было накладок говорит каких ну вот спрашивал о здоровье Игнатий Тихоновичах Игнатий Тихонович я говорю да ничего это трудится ну всем благословение передает вам всем поклон доброе хорошо хорошо мы так но немножко поговорили там некогда так поговорили все-таки но по-хорошему слава богу и он потом машину там дал попросил одного чтобы меня прям привезли к воротам сюда там был ихний ну как сказать благодетель там она патриарши грамоты выдавал тем кто помогал строить храм конечно храм это построено не на бабушке на копейке там это заложены много знаете цены какие сегодня все труды храм все по-новому сделал них там престол мраморный весь сделано мраморно там из канатас мраморный там все полно ну конечно все красиво хорошо сделано значит нашлись такие люди которые деньги вложили в это и вот этим благодетелям там от патриарха были грамоты владыка там раздавал их и они были вот один из благодетель меня довез до дому ну вот так вот день прошел у меня все нехорошо храни всех вас бог завтра 8 часов молитвах